всем привет на моем канале вязание сегодня буду хвастаться своей посылочкой которую я вчера забрала из интернет-магазина купи клубок в первую очередь я должна сказать огромное спасибо маша маша живет москве и такая интересная история случилась маша уже два года подряд два сезона подряд вяжет по моему мастер-классу своему мужу джемпер при том что свитер джемпер вообще не важно что там что там выходило то и вязала и говорила мне писала мне о том что до этого муж не носил даже шапки вязаные то есть был таким противником ручной работы она ему связала подарила сначала свитер по мотивам drops оставлю вам всякие пожарную ссылку на мастер-класс потому что сезон холодов уже близок и надо утепляться и в этом году по весне она вязала вместе со мной ромату тоже классно очень джемпером худи это вообще в итоге да и когда в какой-то из болталок говорил о том что собираюсь вязать снова свитером уже но чуть попозже потому что пряжи у меня не было да в нужном количестве и от того цвета который бы носил мой муж связать то что ему не нравится но тоже не вижу смысла а он такой любит цвета скажем так ну мужские то есть какие-нибудь синенькие он бы носить не стал в общем не было у меня пряжи я решила что где-нибудь там со следующей закупки у меня есть еще скажем так возможность в этом интернет-магазине а взять пряжу на обзор на на мастер-классы на своих скажем так спонсор до один магазин стал спонсором моих мастер-классов и маша сказала что она вообще планировала покупать описание какой-то там девушки я постеснялась честно говоря уточнять решила что не мое это дело а потом услышала у меня болталки что я собираюсь взять мужу свитер и решила в общем стать скажем так спонсором этого будущего мастер-класса по мужскому свитеру и разрешила не то чтобы разрешила предложила мне самой заказать здесь в беларуси пряжу в каком-нибудь магазине то что мне нужно для того чтобы ей не платить за пересылку это кстати очень такое хорошее решение да дабы если вдруг кого-то хотите поздравить попробовать заказать в другом в другой стране то есть по месту проживания человека которого вы хотите порадовать и вот я вчера забрала посылку она огромная честно говоря это целая куча пряжи но почти все это проекты и на скажем так на сдачу я еще кое-что себе приобрела тоже сегодня вам покажу давайте наверное мы начнем не с пряжи с инструментов у нас садится солнце я надеюсь что мы успеем значит я себе из любопытства решила приобрести спицы которая нынче скажем так в тренде это деревянные спицы лики значит там какая-то интересная история их производства но я уже не буду пересказывать просто потому что я сомневаюсь в том что я знаю правду какую-то достоверную источники из меня вряд ли получится значит я взяла укороченная честно говоря я об этом уже пожалела надо было не сидеть спицы по длине и потому что это по моему семерка но до 7 сантиметров но я брала из расчета что я вдруг буду шапки на них вязать но сначала я выбрала спицы а потом я выбрала леску леску было 60 сантиметров пакет шапки надо было мне брать спицы те которые по моему они 13 сантиметров длина в общем что уже есть то есть значит это номер 375 такого номера у меня в арсенале нет я решила вот разнообразить свой запас инструмента и к ним я взяла леску длиной 60 сантиметров набора входит две заглушки и ключик но кстати я вчера вечером пробовал на них вязать совсем немножко буквально пару рядов и скажу вам что ключик мне совсем не пригодился ничего не раскручивалось но я возможно очень мало повязала но руками вполне хорошо зажимается так значит по самим спицам они легенькие они маленькие такие они конечно стильная но видимо я не такая модная вязальщица и я вчера не поняла если честно но это конечно не показатель совершенно я взяла тонкую пряжу связать образец мне нужно было для одного будущего процесса и я взяла именно эти спицы хотя знала что я на них вязать не буду потому что в описании по которым его и вязать совсем другое рекомендовано значит здесь прямо на самой спице указаны номер которым мы привыкли и американские соединение довольно хорошая то есть ну ничего здесь не цеплялась у меня и они гладенькие конечно бесспорно никаких зазубринок некий зацепинок такие как я бы даже сказала что как будто бы они вощеные да вот покрыты чем-то и кончики ну такие не тупые не острые и вот наверное мне вот в этих всех деревянных спицах все-таки не хватает именно металлического наконечника поэтому я очень надеюсь что нет про royal мне понравится сразу и намного больше чем я не могу сказать что они плохие но еще пока я не поняла восхищение всеобщего я обязательно что нибудь на них повяжу постараюсь я не могу сказать что это будет ближайшее время это будет где-то вот ну где-то вот до родов так значит к ним была отдельная покупала леску они есть разъемная неразъемная брала я в магазине мил филата . боя там есть пока что все номера и набора есть наличие стоило это все вместе по моему двадцать три рубля белорусских вот так вот да и спицы и леска ну пока в общем не нечего рассказать я попробую ему что-нибудь повязать в ближайшее время и буду снимать как-то видео о своих предпочтениях спицах дождусь еще еще одни спицы мне идут в подарок тоже вам расскажу но когда с ними познакомлюсь и все остальное это было пряжа в этом же магазине я взяла на пробу дома . drops drops love you 9 очень красивого серого цвета такого светлый меланж и не знаю как он называется светлый серый цвет это 102 рекомендует спицы номер три и крючок также и здесь на 50 грамм 125 метров стопроцентный хлопок он очень мягкий довольно приятный он может быть какой-то степени похож на было хотя может быть было даже немного мягче значит я выбрала на пробую два матка и честно говоря даже не знаю что из этого связать можно будет но я посмотрела там на него такая цена сейчас скидка была по моему 230 он стоил не помню точно 230 или 210 что-то такое уже квитанцию я выбросила поэтому если вдруг мне что-то понравится какая-то плотность то всегда есть возможность докупить да очень красивый цвет мне понравился так это все из того что можно назвать чем-то подороже все остальное это турецкая пряжа любовь моя все мои жизни я обожаю турцию я к ней ну просто супер положительно отношусь во всех понятиях ассортимент цвета составы все мне нравится и сейчас покажу вам что было в посылке в большой посолке в которой я брала на купе клубок значит я заказала внезапно сама для себя вот такую пряжицу софти я на самом деле так и не ничего толком не повязала я взяла одного зайца по мастер-классу катего же код и это был мне это было меньше мотка пряжи и все и у меня лежит одна упаковка розовая одна помню мятная называется и ни туда ни сюда да то есть что-то детское возможно но пока у меня нет идей на детская поэтому я решила взять вот такой желтый цвет мне так нравится в последнее время такие желтые цвета медовые какие-то не дыня не знаю это не солнышко это именно вот что-то ближе туда взяла я полкилограмма 10 мотков такого цвета и у меня есть задумка значит сейчас я буду рассказывать что задумка вы мне под этим видео я оставлю свой комментарий я его закреплю и напишу да хочу он к а вы если хотите мастер-класс то поставите сердечко под или лайк на ну что там как-то отметите что вы бы связали вместе со мной такую вещь потому что я бы хотела начать это сейчас но если снимать мастер-класс то буду начинать возможно немножко попозже да и просто буду как-то продумывать моменты когда мне это снять чтобы мне все успеть потому что изделие будет довольно крупная самого сам мастер-класс не такой уж и сложный будет это будет реглан сверху с ростком с круглой горловиной я буду увязывать пола в общем платье пола это будет домашнее платье с карманами по бокам и чтобы было спереди как рубашках пола расстегивалась пару пуговиц для того чтобы я могла дома в общем кормить я готовлюсь по полной программе мне захотелось чего-то мягкого такого я прекрасно понимаю что это стопроцентная синтетика это мне совершенно не останавливает мне давно чего-то хотелось такого плюшевого и домашнего вот у меня все платьишки тоненькие халат для меня вещь не самая практичная поэтому мне захотелось такого платья возможно это тоже не самое удобное что может быть но скажем так не попробовал не узнаешь значит у меня цвет 187 очень красивый здесь на 50 грамм 115 метров рекомендуют кстати нам ради интереса спицы 35 ну вот я скорее всего буду вязать или на три с половиной или на четверке повяжу образцы спицами посмотри на плотность и там уже буду ориентироваться скорее всего буду вязать на четверке потому что так быстрее в общем это будет домашнее платье с рукавом коротким таким ну до середины господи бицепса забыла как называется место это круглая горловина росток вы вязаны на реглане на круглой горловине и спереди будут застежки скорее всего это будут кнопки потому что или пуговицы не знаю пуговицы мне много возможно ей пуговицы туда пущу посмотрю что у меня есть запасах и там уже буду понимать и будет наверное скорее всего а силуэт и в боках я буду буду вязать по кругу но в определенный момент вы вижу боковые швы там где они должны быть вы вижу два кармана внутренних чтобы можно было туда что-то положить то какой-то там платочек вот у меня 10 мотков я предполагаю что мне хватит потому что девчонки вот вяжут разные изделия я смотрю прислушиваюсь сюда к расходу на изделия те или иные и потом могу ориентироваться на что может хватить мне вот значит 10 ма . жду ваших сердечек если вы хотите чего-нибудь повязать часто бывает такое что у кого-то лежит тоже упаковка там две упаковки не знают куда пустить поэтому если интересно пишите я за октябрь потихоньку его от сниму этот мастер-класс свяжу да и где-то в начале ноября тогда выйдет видео вот ну может и быстрее кто знает может быть я что-то в голову мне выстрелит я решу все по-другому так дальше по порядку здесь у меня лежит в одной упаковке для пряжи это alize baby wool пока еще что то видно в общем alize baby wool это пряжа всем давно знакомая и я думаю что уже все повязали из нее на 50 грамм 175 метров 40 процентов шерсти 20 бамбука 40 акрила как-то раньше я не так к ней относилась но как-то было знаете по серединке ну пряжа и пряжа тонкая все с ней делать в 2 нити что ли вязать потому что я не сторонник тонких список я не любитель на я могу связать если нужно на двойке но предпочтю что-то побольше и после того как я года два назад два до два года назад я вязала комбинезон и потом весь прошлый год всю зиму прошлую крестниц новорожденная носил этот комбинезон и отдавала мне подружка эту вещичку чтобы я вам показала что с ним стало после активной при активной эксплуатации я оставлю вам ссылку на это видео вообще честно говоря я была в шоке от того что вещь выглядит просто очень хорошо несмотря на то что это дешевая порция как все любят фукать у нас пряжа повела себя очень достойно у меня здесь два серых матка на самом деле все не просто так я очень давно очень давно заприметила классный комбинезон из тонкой пряжи тоненький раз таки такой как мне нужен на зиму и там для него нужно было три цвета голубой белый или молочный что-то такое светлое и серы и вот голубого у меня 4 матка было молочный у меня тоже какой-то там остаток есть почти моток белые по моему еще если что можно будет выбрать до между тем и тем и не хватало вот этого серого цвета и в общем я взяла эти два серых матка пока значит посылка ко мне попала в руки голубую пряжу я случайно пристроила вот поэтому попозже нужно будет еще с этим что-то решить но по крайней мере я думаю что пока мы дойдем до того комбинезона и затем буду уже в ноябре наверное к тому моменту я знаю где раздобуду бесплатно голубую baby wool вот два матка серых мне должно хватить я помню расход на комбинезон то да у меня ушло тогда четыре с половиной по моему мотка на весь ну и здесь это так уйдет до 212 как-то так вот и здесь же в этой упаковочке лежит вот такая красивенная обалденная пряжа по цвету это просто вообще космос это казал боби коттан excel 100 процентных хлопок на 50 грамм 105 метров это полухлопок 50 на 50 шерсть шерсть аквил с хлопком значит рекомендуют спицы 4 4 с половиной а вот здесь не сказала не цвет ничего этот цвет номер неизвестно есть такой номер если кто не знал слушайте она втором 52 это номер цвета наклеечку то кто-то свистнул значит baby wool номер 52 я вязала комбинезон тот на спицах два с половиной рекомендуют два с половиной 4 голубую пряжу буду вязать на четверке тоже в каком-нибудь влоге наверное уже в следующем вязальном покажу вам процесс значит это пряжа я ее очень люблю она такая классная у меня из нее связано лукоморье я жду не дождусь когда смогу его снова носить оставлю вам ссылку на мастер-класс потому что это очень классный джемпер можно вязать из полухлопковой пряжи и вполне хорошо носить и зимой и осенью для меня это пряжа все-таки больше относится к холодному времени года я не могу носить полушерсть для меня это слишком жарко поэтому полухлопок для меня выход особенно толстый вот значит у меня здесь всего 8 мотков я хотела 10 но в общем мне не досталось 10 оставалось всего 8 упаковочки и я соответственно их забрала номер цвета если вдруг кому интересно 3434 легко запомнить классная пряжица пока ничего не буду не говорить для чего она она у меня предназначена отложим в сторону так дальше значит я немножко решила познакомиться с новой пряжи я говорил о том что я не очень это люблю просто потому что но знакомство с новой пряжи это уже не просто вязание это знакомство это нужно понять а как она носится как она вяжется плотность подобрать какие узоры хорошо смотрятся какими спицами удобно ее вязать но в общем любопытство взяла вверх очень мне стало интересно и одна и вторая пряжа от этого же тоже от турецкого производителя потому что в этой пряжи очень похожий метраж на то что я люблю да я люблю лану год 100 грамм 240 метров и поэтому это мне близко я взяла значит на пробу вот такой моточек пряжи на к на колен это полушерсть здесь на 100 грамм 210 метров цвет 185 как-то там называется не помню малахит нет ни малахит не помню 49 процентов шерсти 50 процентов 51 акрилом все прям как лане gold только немножко скрутка другая вот скрутка то которую я не очень люблю рекомендуют нам спицы номер четыре с половиной пять крючок номер три и у меня ее всего один моток я взяла из любопытства просто посмотреть что можно из этого связать может быть это пряжа уйдет у меня на варежки для марафона теплые руки потому что у меня очень мало очень мало пряжи мужских оттенков если нет то кому-то возможно может быть лёша да мужу моему я сужу или шапку или тоже варежки носки какие-нибудь в общем куда я ее пущу познакомлюсь обязательно в этом сезоне и вот это пряжа это у нас пряжа нынче звезда нашего дома потому что от нее исходит характерный такой запах пахнет овечками так ставите характерный запах я думала что мне одной кажется но я всем дала понюхать все сказали однозначно пахнет именно тем чем мы подумали значит это на к суперламп спешил как-то так это читается но мне очень понравился цвет я надеюсь что несмотря на то что солнце уже села на самом деле что цвет передастся вам правильно да все верно значит это тоже полушерсть точно такой же состав только здесь немножко другой метраж на 10 метров здесь меньше 100 грамм 210 метров рекомендую те же спицы и тот же крючок цвет у меня 1852 странно зачем тогда ну вот здесь скрутка такая витая а вот здесь уже в скрутка больше похоже на луну голд значит почему я взяла эти три матка когда-то года два назад я вязала супер потрясный на заказ комплект цветок сакура назывался это вообще на самом деле комплект по мотивам описание шапки снуда drops я немножко изменила там макушку удлинила снуд и связала с таким же митинге и есть на канале мастер-класс подробно в трех частях и по снуду и по шапке и по митингам оставлю вам также ссылку и тогда я вязала смешивала сначала я вязала первый комплект такое из ализе суперлана тик по моему тогда был цвет 161 ли 181 пудра называется в три ниточки да этот комплект ушел на заказ а потом у меня оставалась пряжа два матка целых и был у меня еще одна ниточка ализе ангора gold до мохер такой но я не помню что там составе честно шар с акрилом что-то такое и я замиксовала эти две пряжи я взяла две ниточки пудровый суперланы тик одну ниточку белую мохера и связала шапку еще одну такую же и снуд вы просили тогда мастер-класс я это сделала получилась такая нежнятина сочетание белого с розового такой нежный меланж он не 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 то чтобы нежнятина такая знаете детская а именно вот приглушенный нежно такой оттенок прям вот не знаю пушистые снежинки представляется сразу и так далее и тому подобное и вот этот цвет я вот тот микс в жизни не забуду мне настолько он приятель настолько он запомнился что если когда-нибудь я что-нибудь захочу розовое такое нежно я обязательно буду помнить что суперлана тик пудра да и ангора gold белая вот и вот вот эта ниточка именно вот в этом цвете мне напомнило то сочетание что у меня получилось поэтому я взяла 3 ма . снова это будет какая-то скорее всего шапка снуд и варежки не знаю как получится по времени даже если у меня это пряжа залежится ничего страшного потому что все не перевяжешь сразу ну а любопытство все-таки знаете иногда нужно удовлетворять свои желания очень маша спасибо вам большое так если вдруг мне нечего будет вязать я спокойно повторю этот цветок сакурой комплект и дальше обкоснут и свяжу уже не митинге а свяжу варежки потому что митинге мне ну не совсем нравится это больше такое вот девушка которая заказывала она просила потому что ей нужно было за руль до убраться удобнее потом я вторая повторяла и дарила их на новый год под елочку сестре мужа она тоже водитель ей очень удобно я не водитель мое ближайшее транспортное средство это коляска и поэтому мне нужно закрытые руки поэтому у меня это скорее всего будут варежки но у меня на самом деле еще столько идей на комплекты и один комплект мне прям так ясно видится в этом цвете что может быть если я найду время то я свяжу какой-то другой новый комплект на какой-то этот что я вижу и тогда сниму мастер-класс и будет у нас в этом году фонтан мастер-класса так пока видно еще снимаем так я потом включу просто вспышку чтобы мне это видео уже завтра не переснимать и пряжу сегодня убрать так новая для меня пряжа будем знакомиться дальше я добрала указала ужасно шуршащие пакеты добрала 6 мотков baby wool a gazal excel baby wool на 50 грамм 100 метров здесь у меня цвет 812 чуть не ошиблась цветом здесь у нас 40 процентов акрила 20 процентов кашемира по полу поле полу короче не настоящий кашемир и 40 процентов мериносовой шерсти толстенькая ниточка довольно такая она она приятная но она чуть-чуть скользковатая вот как-то еще к ней не приловчилась мне паулина прислала недавно посылочки 6 моточков и мне переклинило что я хочу кричу коричковый комбез вязать не зеленый ни в коем случае потому что зеленый у меня спицами и в общем я решила взять еще 6 мотков желтого он там был на акции как раз и общем взяла самое интересное что мне по картинке показался сначала совсем другой цвет я того положила 6 корзина потом думаю дай-ка я встану посмотрю что у меня на этикетках на тех матках и оказалось что я совершенно не то положила в корзину хорошо что посмотрела и получается что теперь у меня 600 грамм мне должно хватить на комбинезон здесь 6 мотков я уже из паулининых запасов 1 моточек перемотала начинала вязать но кое-что тут передумала вот значит несмотря на то что у меня теперь желтого тоже 12 мотков я по-прежнему сомневаюсь какого цвета мне взять комбинезон я не знаю с чем это связано может быть не пряжа не нравится и не знаю она хорошая но не такая как я привыкла то есть что-то новенькое может быть это у меня ступор может это просто нужно начать и тогда все получится не знаю посмотрим скажем так время покажет так ну и последние две упаковки здесь значит упаковка ланы gold я уже не буду распаковывать она полностью заклеенная здесь есть еще один такой моток 6 это как раз таки то ради чего это все затеялось это будущий мужской свитер по которому я буду в следующем месяце в октябре снимать мастер-класс не знаю насколько я успею снять и выгрузить весь мастер-класс потому что у меня сейчас огромный запас видео именно обучающего характера даже кед почти отнять школьные они одной части на канале еще нет что-то там заяц еще уже тоже вяжется кардиган еще в процессе то есть мне есть что вам показывать и я буду начинать снимать мужской свитер так но здесь в этой упаковке то же самое то есть тоже на год трех цветах значит 1 2 и 3 вот этот цвет номер 21 кто не знает но вдруг есть такие 100 грамм 240 метров это полушерсть 49 процентов шерсти 51 процент акрила рекомендую здесь пиццы от 4 до 6 это моя любимая пряжа я ее люблю всем сердцем она как я такая же надежная вот у меня 600 грамм я надеюсь что на свитер мне хватит я в этом году ничего не придумывала просто потому что у меня очень давно в задумках еще когда я даже с мужем своим знакомыми была мне понравился один мужской свитер я помню хорошо что я прям усердно искала кому бы взять этот свитер вот я вставлю вам наверное картинку сегодня картинка из интернета описание у меня нет схем никаких нет поэтому я даже если честно не искала они явно есть в интернете я думаю что может даже на какой-нибудь осинке можно поискать если вдруг вы не хотите да со мной вязать поэтому можете посмотреть погулять я буду вязать по картинке еще пока не придумала однозначной конструкции возможно что-то буду переделывать но пока в моем понятии это до уровня про круговое вязание снизу вверх потом не разделю полотно на перед и спинку имитация в точного рукава и высокий ворот с ростком с ложной киклевкой не знаю как получится пока так но еще об этом как бы я тоже не думала значит 6 моточков я думаю что нам хватит надеюсь лишнего и старалась не брать и 2 моточка цвета вот этого 684 пепельный меланж и как раз тот цвет из которого я сейчас вижу снуд и мне не хватило пряжи и вот я сегодня буду его заканчивать ждала пока от сниму посылку не начинала два матка я взяла я намерена довязать целый комплект чтобы этот снуд меня не был одиноким я уже придумала как я буду варежки и к нему же будет шапка вот что-то мне в этом году поперла на комплект аксессуаров наверное меня ждут великие продажи значит два матка этот комплект я буду вязать за кадром потому что следующий комплект такой же я буду вязать вот в таком цвете желтым у меня есть опять же в запасах один моточек такого желтого цвета и вот еще я добрала два это снова будет комплект шапка снуд варежки я очень простым узором мне просто очень понравилась идея именно вот знаете что тупой я просто увидела в этом цвете очень классный комплект шапка будет с отворотом на два совсем там не вижу варежки с таким же узорчиком и снудик такой простенький но классники вот и этот вот этот комплект я уже написала в планы на октябрь то есть это у меня по плану будет мастер-класс отснятые три мастер-класса отснятых по плану в октябре вот это я живу за кадром это мы вместе с вами свяжем про платье не забудьте мне написать сколько у меня дел вот ну в общем такие вот дела вроде ничего не забыла вам показать супер классная посылка еще одна посылка у я получу завтра из магазина интернет-магазина мир вышивки покажу вам обязательно что там пришло там тоже пряжа есть для мастер-классов запланированных на октябрь в частности это ализе кашмира ни разу не вязала эту пряжу не терпится познакомиться честно говоря потому что я успела я тут пощупать и она мне тактильно очень понравилось но повязать к сожалению из нее не успела я начинаю тараторить потому что совсем темно становится я хочу успеть вот значит здесь у меня если не ошибаюсь что-то около 40 мотков по моему так я насчитала пряжи новые запасы мои растут геометрической прогрессии я вообще не граммы по этому поводу не переживаю я только получаю удовольствие от этого чтобы там кто не говорил каждому свое вот маша огромное спасибо за такой подход интересный да за спонсорскую скажем так помощь к мастер-классу по которому потом наверняка будут вязать и другие подписчики моего канала вот поэтому наверное надо сказать от всех вместе огромное спасибо маша в общем за такую идею и за предоставленную возможность все выбрать самой я так быстро это все сделала честно говоря она мне написала я через 40 минут уже оформила заказ в интернет-магазине я вот прям знала отлично что мне нужно единственное что меня смутило саму что я взяла софте но я просто давно очень хочу такое платье себе домашние поэтому нужно потихоньку осуществлять свои мечты я давно себе ничего не вязала такого как это чтобы теперь носить да вот домашнее платье мне сейчас будет очень кстати все жду ваших комментариев по поводу домашнего платья ставьте там лайки сердечки этому комментарии которые я закреплю вот ну что на этом буду заканчивать маша вам огромное спасибо еще раз и еще раз и еще раз кучу положительных эмоций как обычно сейчас пойду еще раз и перещупаю и начну запускать в процессы вот серенькая пряжа у меня сегодня пойдет однозначно в работу вот ну что на этом всем спасибо вам большое за просмотр увидимся в следующих видео и пока 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 Субтитры сделал DimaTorzok